Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала Птица Домашняя. В одном из своих роликов последних я говорил, что у меня в курятнике началась реинновация. Вот таким громким словом я решил, как и мэр Москвы, обозвать ту переделку, которую я затеял в курятнике. Ну, реинновация или не реинновация, это, в общем, такая переделка, внесение изменений в конструкцию, которые у меня уже назрели после четырехлетней эксплуатации. То есть, первоначально клетки строились, не имея никакого опыта, так с бухты-барахты практически. То есть, ну, сейчас вот с учетом эксплуатации я внес необходимые изменения. Ну, перестроил их, наверное, где-то я их перестроил основательно, где-то нет. Но, в общем, переделка идет поэтапно, и у меня тут где-то порядка шести клеток. Шести клеток. Две из них под перепелов, но я их делать, наверное, не буду. Ну, три, вот те, в которых у меня содержались несушки. Одну я переделал, вот с нее мы и начнем обзор. Ну, поэтапно, как происходил весь процесс, вы увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другие дыр practice чудо так же. Субтитры сделал DimaTorzok . смонтировал ниппельную поилку под под ниппельную поилку закрепил две канистры что-то было из под омывающей жидкости или что-то или автошампуня но они служат своего рода капли уловителями то есть я уже говорил что вот такие вот капли уловителя они конечно идут для маленьких цыплят ну даже цыплята уже где-то в возрасте после месяца они довольно сильно разбрызгивают поэтому чтобы стены не были мокрые я обычно что-то вот под них закрепляю оставил стенки для того чтобы брызги стороны не разлетались в общем вот так но даже если делать чашечные поилки из чашечных поилок они все равно способны разбрызгивать воду поэтому вот такой вот на мой взгляд вот такое решение она наиболее оптимальная сетка прикручена так осталось только подогнуть края сначала кормушку смонтировать что ли а потом подогнуть или сразу подогнуть нет наверное сначала я смонтирую кормушку а потом уже по месту буду гнуть то есть мне будет понятно уже более-менее насколько выступает сетка за кормушку я буду гнуть края отталкиваясь от этого так заодно решил обновить кормушку то есть старая она была из таких вот хлипких материалов сделано это что-то какая-то панель была прессованный картон как он называется вот так вот выглядит это уже в закрепленном состоянии то передняя и задняя стенка они готовы теперь будем их крепить стенки закреплены вот так это выглядит я конечно не дмитрий бочаров но еще на скорую руку пойдет на скорую руку пойдет кормушку смонтирована так крепил ее просто вот боковыми стенками боковыми стенками к столбам все по два самореза этого достаточно расстояние между сеткой и кормушкой 6 сантиметров на всякий случай вдруг птица начнет нестись крупными индюшинами яйцами шутка конечно так кусок шокетника нет но это брусочек такой брусочек на который прикреплена крышка все и этот брусочек уже вот к этим столбиком крепится есть такую стеночку добавил чтобы те кто у меня на вольном выгуле находится чтобы они голову сюда не совали ну самые основные изменения которые я внес это я заменил подоны выдвижные которые у меня были из оцинковки так вот за три года они сгнили напрочь то есть сгнили до дыр сами понимаете куриный помет не выдерживает ничего поэтому я заменил их вот просто на такие полости из которых я буду такой своеобразный кочергой выгребать помет ну это делать мне проще потому как я в остальных в остальных клетках я так и делаю именно в общем убрал поддон положил сюда и вот это место под помета сборник я нарастил вот такими брусками высота этого бруска 4 сантиметра и вот сейчас у нас получается пространство вот передняя стенка где-то порядка 10 сантиметров вот помета сборника знаю что будут наверняка спрашивать про габариты этой клетки значит глубина клетки 55 сантиметров ширина полтора метра высота 70 сантиметров но высоту такую делать не обязательно просто у меня было вот это место было уже я решила полностью полностью занять под одну клетку а вообще принципе 50 сантиметров высоты достаточно так что еще у этой клетки было сделано я поменял сетку поставил так как старая сетка была местами уже прогнута прогнута и потом уклон под яйцесборник был не очень удачно сделан он не сильно выступал за кормушку поэтому я сделал его немножко выдвинул его чуть чуть подальше потом я переделал кормушку это вы видели на той подборке которую на резке которую я уже показал то есть так кормушка состояла из материала такого хлипкого довольно таки там прессованный картон был он со временем уже пойдет под износился птицы его там под истрепала порядок заменили моего чуть чуть выше я сделал вот это полость вот эту под проем в общем проем там где будет скатываться яйцо я сделал его где-то 6 сантиметров с половиной ну чуть чуть выше поднял было шесть так что еще я сделал в этой клетке другого ну естественно так как у меня поднялись здесь полы меньше стали габариты дверей так какие изменения внутри внутри у нас значит появились насесты то есть я убрал отсюда были у нас поилки во всю длину которые также использовали не сушки как насесты я сделал два таких небольших насеста я думаю но птицы будет это удобно но и в принципе какой-то такой своего рода своего рода я не знаю комфорт люкс будет такая у меня это клетка поставил сюда поилки поилки я поставил сюда другие нежели тем что были первоначально я как-то давно их заказывал очень большое количество с алиэкспресса поэтому я сейчас эти ниппельные поилки пихаю везде где только можно то есть я не заказываю чашечные еще какие-либо вот ставлю везде эти и так как у этих ниппельных поилок маленький очень капли уловитель для взрослой птицы брызги летят во все стороны то вот из двух канистр пластиковых это канистры были от что-то какой-то там стекломывающей жидкости или что-то еще там шампуня была автошампуня вот я сделал из них еще капли уловители то есть боковые стеночки такой вот бортик передний они будут как раз удерживать капли от от разбрызгивания ну вот и все основные которые изменения которые я сюда внес здесь у нас клетка была для клетка это было это ящик был куда у нас насыпается песок золой то есть это такая своеобразная санитарно-гигиеническая комната там где птица будет чистить у нас перья в принципе она уже тоже закончена осталось только вот засыпать сюда залу песок и закрыть наружную стенку ну и все вот клетка готова для заселения вот здесь на дверке имеется такая кормушечка она чуть выше основной в которой помещая она поделена перегородкой на два отдела в который помещается то песок то пгс там ракушка мел ну что угодно все что нужно птицы какие там кормовые добавки так наверняка возникнет вопрос сколько же такой клетки можно содержать голов птицы у меня планируется сейчас здесь пять несушек держать я планирую да содержал семь и они чувствовали себя нормально то есть все было там без расклева и прочее кто-то скажет почему не 15 можно и 15 засунуть но рано или поздно у вас начнется естественная убыль такая вследствие расклева и вы в итоге будете иметь то количество которое птица посчитает ну возможным вот для нахождения в этом в этой клетке то есть лучше конечно не экспериментировать ну вот как мне кажется я удовлетворил тот интерес который вы проявляли к этой клетке вот татьяна дементьева в частности вот передаю привет она по-моему не писал в комментариях эдуард аздуев тоже по моему тоже ну и будут вопросы задавайте пишите комментируйте у нас на очереди реконструкция еще двух клеток о чем я буду у вас естественно информировать я буду выкладывать ролики скоро на неделе выйдут еще несколько видео интересных я надеюсь я пока тоже не скажу о чем они дабы не сглазить вот ну и пишите комментируйте и подписывайтесь на канал птицы домашние кто еще не подписался всем пока